время для этих самых роликов оно пришло наверное в будущем их будет еще больше по всей этой теме потому что как лично я понимаю она набирает просмотры почему я так думаю потому что мой ролик на канале задан семен на английском который у меня был очень давно и который канал имеется в виду уже заброшен на нем вышел видеоролик достаточно скучно достаточно такой себе в которым я просто зашел там и с фпс апом адапа поиграл в gta сам назвав это gta содирект 2.0 я подумал если такой видеоролик набрал так много просмотров по крайней мере для моего канала то почему я не могу сделать тут также ведь новости по gta содирект 3.0 они уже идут и идут своим чередом я думаю что я должен всю эту тему обсосать так как я только могу потому что почему бы и нет давайте перейдем к самой новости новые скрины с тестирование теней содирект 3.0 тут мы можем увидеть что все такое знаете белое потому что потому что тут нам показывают только тени и тени как лично вижу я они обычно то есть это не похоже на что-то сверхъестественное что было в gta содирект 2.0 возможно потому что знаете просто тени они выглядят как просто тени нужно все это в полной композиции солнцем с травой со всеми прочими вещами а так это просто тени и все и ничего больше ты тут не видишь и я уверен более того не увидишь абсолютно так зачем тогда они нужны я не особо вот это вот все понимаю то есть для чего зачем кому это все надо я не понимаю и не знаю абсолютно однако я знаю что есть люди которые прямо знаете ждут новый gta содирект 3.0 потому что 2.0 типа они посмотрели у них там все уже так знаете более менее нормально более менее хорошо причем я это мнение насчет того что gta содирект 2.0 хороший никогда не разделял потому что он не оптимизирован вообще и я не знаю какая должна быть у тебя видеокарта чтобы вот все это улучшение графики оно пошло и пошло причем вполне нормально я не представляю что нужно потому что даже у моего дорогого друга данила герреры все это лагало и что с этим делать дальше никто ничего не рассказывает как фиксить как сделать так чтобы было много фпс или хотя бы нормальное количество то есть почему никто это не рассказывает и ни в каких инструкциях этого также нету это же просто ужас хотя вполне возможно что я зря придираюсь ведь в посте сразу изначально черному по русскому или белому по черному или черному по белому смотря у кого какая тема в контакте стоит а сказали что тут нам покажут только тени но понимаете в чем дело эти тени вне какого-то контекста они не представляют абсолютно точно никакой информации типа ну тени и тени хорошо ладно зачем мне все это знать просто выпускайте давайте уже садир x 3.0 чтобы я мог его посмотреть разве я не прав зачем мне все зачем не видеть ход разработки который абсолютно непонятен вообще никому то есть тени хорошо но я такие тени видел уже 200 миллиардов триллионов лет назад и сейчас когда в 2021 году мне выпускают вот это вот и показывают говоря что это вот самая популярная графическая модификация но я на самом деле удивляюсь очень сильно потому что это не уровень самом популярной графической модификации точно такие же тени были абсолютно в любом емби так в чем же тогда тут вот особенность всех этих теней я не особо понимаю зачем для чего показали бы что-то другое показали бы как выглядит я там не знаю то же самое солнце как оно там я не знаю лучи вот падают всего этого солнца на вот видимо все это скорее всего я могу предположить что разработка всего этого садир x 3.0 она находится вот на самой начальной стадии чуваки такие типа решили показать мол ой да вы чего вы ждете да а у нас вот как раз мы сейчас делаем и сделали мы уже но абсолютно точно ничего но мы вам тут на коленке за пять минут можем нацарапать вот идет все тени которые вы можете посмотреть и такие типа о так это же тени это же gta садир x 3.0 мы вот уже ждем мы будем устанавливать мы будем ждать потом скачивать потом устанавливать потом удалять потому что все это лагает и не работает то есть вроде того и если они хотели этими самыми скриншотами этими самыми тенями кого-то заинтриговать то я могу сказать что у них не получилось абсолютно точно потому что мне абсолютно без разницы если честно не было без разницы и на садир x 2.0 при том что он уже вышел он был полностью готов на него сделал обзор данил герой на него сделал обзоры там я не знаю все прочие люди и мне все равно него было пофигу возможно есть какие-то прям таки знаете отбитые фанаты всего этого gta садир x 3 которые такие типа ждут вот по крупицам информации такие достают все это и такие о это же будет вот так а это же будет вот то а это же будет пипец то есть оно все будет вот так вот выглядеть серьезно блин дайте два я возьму кредит на себя на сестру я докуплю я там не знаю возможно какие-то модификации всего этого gta садир x 2.0 давайте я вам задоначу куда можно знать чтобы все это вышло быстрее типа как-то так все это должно работать просто лично мне типа без разницы абсолютно что у меня до этого не тянул гта садир x 2.0 лишь то сейчас мне не будет тянуть gta садир x 3.0 потому что он не тянет ни у кого ни у кого нормально он не работает только пойдет дождь только какая-то вот вся прочая фигня только появится очень много игроков на той же самой аризон рп все то есть даже на стандартной сборке будет подлаять может быть не подлагивать может быть fps уменьшится значительно все равно это будет не особо хорошо а тут gta садир x 3.0 но отлично оттуда классно где можно скачать бесплатно на компьютер на пока на телефон без смс регистрации где все это можно сделать я не особо понимаю то есть кто понимает что вот что они хотели всем этим показать что хотел сказать life сам типа то что у них все это находится в разработке да отлично я вообще думал что после gta садир x 2.0 у них все закончится потому что что еще можно сделать типа они все сделали все хорошо все более-менее выглядит красиво и нужно только дорабатывать только до оптимизировать все это чтобы она не лагала чтобы она приемлемо работала и вот игра совсем со всей вот этой вот графической модификации чтобы она не вылетала вот до этого нужно было все довести как лично я думаю но нет у разработчиков модификации вот этого всего графического мода у них другие идеи другие планы на весь этот мод и на самом деле флаг им в руки и барабан наше я посмотрю что из этого выйдет выпустят они это скорее всего через год может быть через два может быть через там я не знаю 85 лет или около того потому что сейчас вот все что я вижу это тени а тени это как я понимаю это вот самое начальная штука можно сделать потому что выглядит они как говно будем честны то есть посмотрите на тени скажите как они еще могут выглядеть то есть такие же точно тени я видел в ем,ри во всех абсолютно то есть скачиваешь любое самое дешевое sowai неопрятное самое там не знаю имби dotar и слабых пока и все я но то есть вот тени там выглядят точно так же и тот нам показывают это как будто это что-то революционное это что-то крутой это что-то классное всем качать всем смотреть всем показывать друзьям всем там я не знаю донватить на развитие все вот этого делать но как лично мне Мне кажется, ну, это такое себе, и GTA Side Direct 3.0 уже таким успехом пользоваться не будет. Однако, посмотрим на статистику этого видеоролика, посмотрим, что вообще со всем этим будет. Возможно, я буду обсасывать новости, связанные с GTA Side Direct 3.0, чаще, чем вам сможет только вот все это показаться. Это станет, как такой, знаете, Радомир Мобайл или Аризона Мобайл на моем вот этом вот канале. Поэтому, если вы все это хотите, ставьте лайк, либо ставьте дизлайк, подписывайтесь на канал, либо отписывайтесь от канала. Делайте прочие вещи тут же на этом же самом канале и много еще чего вы можете тут делать. А я играл на проекте Аризона Рули Плей Феникс, IP, а также мой никнейм, а также мой промокод, а также все прочие вещи. Они находятся в описании данного видеоролика. Вы можете туда зайти, и там со всей этой информацией вы можете ознакомиться и все вообще узнать. Увидимся тут же, завтра, я надеюсь, что в 20.00 все это будет, произойдет и все будет вообще классно. Всем спасибо за просмотр, всем до свидания и, наверное, пока. Субтитры сделал DimaTorzok